Здравствуйте! В 2019 году с первого дня мы были очень заняты. Новый год в 2019 году я встречал в Уганде. Собралось 100 000 человек в одном месте. Многие служители, братья и сестры собрались в одном месте. Я проповедовал им о том, что кровь Иисуса Христа очистила все наши грехи и своим воскресением свидетельствует о том, что мы стали праведными. Все 100 000 человек, услышав это слово, очень сильно были удивлены и благодарны. Даже я вместе с ними радовался и благодарил Бога. То, что мы говорим, что верим в Иисуса Христа, это значит, что Иисус Христос помогает нам, потому что мы не смогли решить какой-то вопрос. Однако в духовной жизни христиан в Корее имеется проблема. В духовной жизни важно, что Иисус Христос сделал для нас. Но на сегодняшний день многие люди обращают на то, что я сделал для Иисуса. Именно поэтому для них стало очень важным, что я 40 дней постился, молился всю ночь, что принес десятину, или я пожертвовал, или прилагаю усилия, или активно читаю Библию, проповедую Слово. Люди думают, что только таким образом они смогут вести духовную жизнь. Вчера я читал от Луки 15 главу о блудом сыне. Там написано, что еще сказал, что у некоторого человека было два сына. И сказал маше из них, «Отче, дай мне следующая часть имения». И отец разделил им имение. По пришествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там растачил имение, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране. И он начал нуждаться. И пошел пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиней, но никто не давал ему. До этого места рассказывается о том, что сделал блудный сын. Он взял имение у отца, пошел в дальнюю сторону, растачил, живя распутно. И поскольку у него не было другого выхода, он пристал к одному из жителей той страны, потому что был очень голым. Но ему даже не давали еду, которую ели свиней. Даже свиньи едят кашу, но ему никто не давал. И потом, что говорит младший сын? Придя же в себя, сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлеба, а я умираю от голода». Если мы прочитаем эту историю, здесь очень интересно, что именно с этого момента жизнь младшего сына начинает меняться. Здесь не важно, что он сделал, а что нет. А важно то, как его душа изменилась, именно какие мысли пришли к его душу. Потому что в зависимости от этих мыслей он меняется. До этого места он прилагал усилия, старался. Знаете, давным-давно у нас в Корее была очень страшная группа европы, которая называлась Чизён. Они в подвале сделали котельню, и когда убивали человека, они сжигали тело, труп, и никакого следа не оставляли после преступления. Эта бандитская группировка нуждалась в женщине. И поэтому однажды они похитили молодую пару, которые гуляли, и отнесли их в подземелье. И для того, чтобы эта девушка стала на их стороне, они сделали, чтобы девушка совершила преступление. Дали пистолет и сказали, чтобы она выстрелила своего парня. Девушка, она не могла стрелять своего парня, которого так сильно любила. Тогда они достали нож и начали угрожать ей. И в конце концов, она выстрелила своего парня. И ее молодой человек умер. Его тело сжигали в котельне, и никакого следа не оставили. Прошло некоторое время. Эта девушка, она поранилась, и ее положили в больницу. Когда ее положили в больницу, однажды она выбрала подходящий день и сбежала с больницы, села в такси и поехала в полицейский участок. Когда Аня приехала в полицейский участок, то сотрудники полиции, услышав ее рассказ, напали в убежище в группировке Тиден. Они всех арестовали. И в конце, когда эта девушка встала перед судом, она точно выстрелила своего парня. Она убила своего молодого человека. Но ей сказали, что она невиновна. Почему? Эта девушка, да, она не хотела убивать своего парня. Но поскольку ей угрожали, поэтому у нее не было другого выхода, да, она точно хотя бы выстрелила своего парня, но поскольку в душе у нее не было таких намерений. Знаете, суд в нашей стране очень сильно развит, и поэтому теперь и умеет судить по состоянию души. Ей сказали, что она невиновна. Смотрите, и там, чем неважно, какие у нее дела, а суд обратил на ее душу. Именно таков суд Божий. Неважно, насколько вы сделали много добрых или злых дел, а важно, на что уповает ваша душа. На сегодняшний день, почему некоторые церкви не могут вести хорошо духовную жизнь? Почему, если наша душа соединится с Господом Богом? Знаете, что произойдет? Именно это и есть все, что необходимо для духовной жизни. Душа скверная, грязная. Но если мы молимся, приносим десятину, постимся, ночами молимся, очень много людей обращают внимание только на дела и думают, что это важно. Господь Бог, Он не смотрит на ваши дела. Если посмотрим Диане 13 главу, написано, «Нашел я мужа Давида, у которого были хорошие поступки». Не так написано. «Нашел я Давида, сына Исива, который был очень честным и трудолюбивым». Тоже так не написано. «Нашел я мужа», как в Библии написано, «по сердцу моему». Когда я прочитал это слово, я понял, что вести духовную жизнь очень просто. Почему? Господь Бог не говорит, чтобы я был добрым, делал хорошие дела, был праведным. Нет. Он говорит, что если мы соединимся с Господа Богом, с нашим сердцем, тогда будет очень просто вести духовную жизнь. В этот раз я был в стране Лесоту по приглашению правительства. Есть королевство Лесоту. Оно расположено в южной части Африки. И правительство Лесоту, они хотят получить майн-образование, которое есть в нашей стране, у нас. И поэтому назначили встречу с королем, потом встречу с премьер-министром, потом встречу с представителями верхней палаты, нижней палаты. И когда я шел на встречу к королю, я разговаривал с ним о майн-лекции. И потом сразу же я начал передавать Евангелие. И король очень благодарил меня и принял Евангелие. Потом, когда я встретился с представителями верхней и нижней палаты, я прочитал майн-лекцию. Знаете, о чем я говорил? Я говорил о том, что очень важно нам размышлять глубоко. В городе Сонгчжо был один земледелец, который выращивает желтые дыни. Тыква растет в больших размерах, а почему-то желтая дыня растет маленькой. И тогда он понял, что корни у желтой дыни, они тонкие и пускаются не глубь, а корни у тыквы хорошие, крепкие. И тогда этот брат начал стараться для того, чтобы укрепить корни желтой дыни, поэтому начал давать хорошее удобрение. Он размышлял, что же делать в такой ситуации. Затем он начал сажать одну тыкву, а потом желтую дыню. И так по очереди. И потом, когда она немножко прорастает, тогда срезает тыкву и прививает желтую дыню. Хотя корень тыквы, но растение же это растение желтой дыни. И поскольку корни тыквы хорошие, крепкие и поэтому питательное вещество попадает в желтые дыни в больших количествах. И поэтому обычно дыня дает один раз плоды, потом цветы и три раза и потом высыхает. А эта же дыня один, два, три, четыре, пять раз и шесть раз дает плодов. Например, он раньше зарабатывал по 7 тысяч долларов, а в тот год он заработал 500 тысяч долларов. И как я попал к нему? В его церкви была церемония открытия. Я поехал туда, чтобы передать слово. И этот брат вышел и начал свидетельствовать об этом. И он сказал, знаете, я пожертвовал 500 тысяч долларов на строительство молитвенного дома и Господь Бог все дал. И он очень радовался. Я сказал ему, скажите, пожалуйста, а вот в июле есть работа? Он говорит, да, есть. Тогда я спросил, а можно я приеду к вам и буду собирать дыню? Он сказал, да, конечно, пастор, из Америки приедут мои внуки, которые живут в очень хороших условиях. И поэтому я хотел, чтобы они целый день попробовали поработать, пока не устанут. И мы в 4 утра встали и начали работать. И я хотел, чтобы дети устали. Ну, знаете, когда стало 8 дня, в теплице стало очень жарко, что невозможно было работать. Я сказал, давайте все равно будем работать. Но брат сказал, нет, пастор, уже нельзя работать. И мои внуки полтора часа поработали и еще дали им деньги за то, что они поработали. И очень вкусно было. Знаете, этот брат просто размышлял. Да, у соседей однажды дыни высох, замерзли, а у него же они остались. И тогда соседи спросили, как это у вас дыня осталась, а у нас у всех замерзла? Тогда он сказал, я знал, что зимой этого года холодно, и поэтому я дал заранее удобрение, которое укрепляет корень. И так далее. Соседи все были удивлены. И спросил ли, разве есть такое удобрение, которое делает, чтобы корень был устойчив к морозу? Он сказал, конечно есть. Смотрите, в России едят сало, едят жирную еду. А те люди, которые живут в теплых странах, они живут в растениях, питаются фруктами. То же самое касается и желтых дым. Знаете, те вещи, о которых люди не могут даже подумать, он начал делать. Знаете, он заработал много денег через желтых дынь. Я же изучил чуть выше, чем желтые дыни. Это, знаете что? Я изучал, как мы можем стать праведными. И это дело придает намного больше прибыли. Смотрите, хорошо продаются мои лекции, учебники. И потом я по всему миру езжу и передаю Евангелие. Многие люди получают спасение. Скажите, как можно посчитать деньгами? Сколько это будет стоить, что человек получает спасение? Конечно, невозможно. Самое драгоценное дело. Это Библия. Это удивительная книга. Эта Библия на корейском языке состоит из 1800 страниц. Для того, чтобы прочитать одну страницу, мне нужно две минуты. Знаете, говорят, что ленивый человек, он все что угодно посчитает. Но я посчитал, что за 60 часов можно прочитать полностью Библию. И тогда, если в день читать по 10 часов, тогда за неделю можно прочитать полностью Библию. И поэтому, таким образом, я несколько раз прочитывал Библию. 10 раз прочитал Библию, 20 раз, 30 раз прочитаю Библию, 40, 50, 60 раз, когда прочитал Библию, я начал постепенно обнараживать те рамки Библии, которые есть в ней. Когда я дальше читал Библию, я начал обнаруживать душу Господа Бога. Когда я обнаружил сердце Божие в Библии, тогда мне было очень просто соединиться с Ним, моим сердцем. В Библии написано, «Нашел я мужа по сердцу моему Давида, сына Иисева, который исполнил все хотения мои». Смотрите, когда я заглянул в сердце Господа Бога, Кремль, она в 3 главе, 23 стихе написано, «Все согрешили и лишены славы Божией». А в 24 стихе написано, «Получая оправдание даром по благодати Божией искуплением во Христе Иисусе». Смотрите, это очень интересное слово. Я много согрешил, поэтому я грешник. Однако Господь Бог говорит, что я оправдан. Почему? Искуплением во Христе Иисусе. Тогда что мне нужно сделать, чтобы быть единым с сердцем Господа Бога? Мне нужно говорить, что я грешник или я праведник? Да, когда я смотрю, я 100% грешник. Знаете, когда мы проводили Рождественскую кантату, там выходят пожилые супруги, и бабушка говорит, «Ой, дорогой». Ой, извините, дедушка говорит, «Ой, дорогая, давай мы сегодня съедим курицу, которую ты любишь». Тогда бабушка говорит, «Нет, давай будем есть стейки». Нет, давай суп из курицы. Нет, хочу стейк. Нет, суп из курицы. Нет, стейк. Ой, бабушка, почему же ты всегда говоришь противоположное? Это есть вид, когда муж и жена не с одинной душой. Знаете, нужно смотреть Рождественскую кантату, думая тоже. Но, чтобы соединиться душою, да, может быть, хочется суп из курицы. Если хочешь подъединить с сердцем, надо просто сказать, «Да, хорошо, я буду суп из курицы». Но в том доме до последнего они говорят, «Нет, стейки, стейки». Другой говорит, «Нет, суп из курицы». Знаете, мне кажется, это есть вид нынешнего христианина. Бог говорит, «Я продал тебя», а люди говорят, «Нет, я грешник, я грешник». Это есть доказательство того, что наши души не едины. На самом деле, это очень простые вещи. Если прочитать несколько раз Библию, сразу можно обнаружить подобную душу Господа Бога. Почему же Господа оставил Саула? Бог сказал, «Пойди и уничтожь Амаликитян». Но не просто уничтожь, но и мужчин, и женщин, и пожилых, и детей, и скотов, все уничтожь. Бог сказал все уничтожить, но Саул же оставил живых царя Агава. Агава, некрасивое, больное, он убил, а хорошее, откормленное, из скотов он оставил. Господь Бог, видя это, говорит, «А, он, Саул, следует за своим мыслям, поэтому тебе не получится». И поэтому Бог говорит, «Я оставил Саула». В Библии написано, «Нашел ли я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иесева?» Тогда, «Я, конечно, не знаю, но если, дед, ты хочешь суп из курицы, значит суп из курицы будет». А бабушка до конца говорит, «Нет, стейки, стейки». Знаете, чуть ошибку не допустил, хотел про мою жену рассказать, но вы и сами подумайте. Знаете, чем больше возраста у нас, знаете, моя жена кажется такой ценной для меня. Знаете, чуть-чуть, если еще прожить, тогда мне будет уже 80. И представляете, что будет, если в моем возрасте потерять жену? Мне кажется, что небо рухнет. Именно поэтому, вы не представляете, как я стараюсь углаждать моей жене. Знаете, мне кажется, что именно в последнее время наши души очень хорошо соединяются друг с другом. У нас нет суп из курицы или стейки. Знаете, если я говорю, «Ча-джам-мён», она говорит, «Хорошо, ча-джам-мён». Вот это и есть соединение с душой. В этом нет ничего сложного. Если Бог говорит, оправдал. А, Бог, ты говоришь, что ты оправдал, значит, я оправдан. Если Бог говорит, что я оправдан, значит, я оправдан. Аминь. Я точно праведник. Это и есть соединение с Господом Богом, с сердцем Его. Что у нас есть такого хорошего, что мы говорим, что «Нет, Господь, я грешник, пожалуйста, прости меня». Смешно. Господу Богу подобные слова раздражительны. В Библии Господь Бог говорит, что он оправдал нас. Так или нет? Здесь очень важно, в втором стихе написано, «Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом». То, что Авраам получил оправдание, это было не делами. Смотрите, как это хорошо. То, что мы получаем оправдание, здесь написано не делами. Господь Бог. Потом, четвертый стих, как написано? «Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу». Что это значит? Значит, если мы хотим получить какую-то оплату, если мы платим за это, тогда это не по милости. Если мы что-то сделали и получаем, это не по милости. Что такое милость? Не давая денег, не работая за это, ничего не отдав, если я получаю это, есть по милости. Верно? Господь Бог хотел, чтобы через Его Сына Иисуса Христа, чтобы мы спаслись. И Бог не дает это взамен наших хороших подступков. Господь Бог спасение дает по милости. Понимаете это? Именно поэтому Господь Бог возложил на Иисуса Христа наши грехи. Иисус Христос за нас получил все наказание. Здесь не важно, я хорошо делаю, плохо делаю. Бог на это не смотрит. Если добавим к этому наши дела, наши поступки, тогда это уже не будет милостью. Да, мы ничего, даже если хорошо не сделали, но если Господь Бог даром дает, тогда мы веру и принимаем, что Бог нам дал. Ой, у меня много греха, я злой. Да, это правда. Но Иисус Христос умер на кресте за нас, очистил наши грехи. Знаете, раньше в одном богатом доме жил один богатый человек. Но он нарушил закон, и поэтому его повели к офицеру и сказали, что ему нужно получить наказание в виде 20 ударов большими дубинками. Пожилой человек, он подумал, «Ой, я и так стар. Но если я получу 20 ударов большими палками, тогда я не смогу выжить». И он переживал, думал, что же делать в такой ситуации. Но племянник пришел к нему и говорит, «Дядя, что такое? Ты хочешь, чтобы тебя ударили 20 раз?» «Ой, племянник, да, конечно, я должен получить наказание, но мне кажется, что после этого наказания я не выживу». «Да, ты не выживешь, потому что ты уже стар». «Но, дядя, у меня есть хорошая идея». «Правда? Ты можешь предложить мне способ избежать наказания?» «Конечно!» «А как это?» «Дядя, смотри, у тебя много имущества, дай 10 соток земли, один дом, и корову, тогда я найду человека, который вместе от тебя получит это наказание». Вот как можно решить этот вопрос. «Хорошо, попробуй мне найти такого человека». И племянник искал одного человека, который уже в возрасте, но не женат. И спросил, «Почему ты не женат?» Он говорит, «У меня нет ничего, и никто не хочет за меня выходить замуж». «Слушай, а если я тебе дам 10 соток земли и дом, и еще корову, ты женишься?» «Конечно!» «Тебе хватит этого?» «Да, конечно, хватит!» «А что мне нужно сделать?» «Что вы предлагаете мне подобные вещи?» «Не переживай!» И он накормил его, напоил, и в хорошем настроении спрашивает, «Слушай, вот ты еще не смог жениться?» «Давай, если я тебе дам корову, дом, 10 соток земли, ты сможешь жениться?» «Конечно!» Но он не может понять, а почему же ему так все дают? Племянник спрашивает, «Скажи, пожалуйста, у меня есть к тебе небольшая просьба». «Знаешь, мне нужно 20 ударов получить большими дубинками, но, знаешь, я уже стар, поэтому, если я получу, я погибну, но ты же молодой, 5 дней, тебе будет тяжело, но ты сможешь потом встать на ноги». Знаете, молодой человек, конечно, ему хочется получить 10 соток земли, хороший дом, корову, потому что тогда он сможет заниматься земледелием и сможет хорошо выращивать детей, и также захотят девушки выходить за него замуж, но ему не хочется получать 20 ударов. Он размышлял, размышлял. Я, наверное, не погибну за 20 ударов. Когда я еще смогу заработать столько? Ладно, договорились. И, знаете, хозяин обрадовался и дал ему деньги на карманные расходы, и настал день, когда нужно получить 20 ударов. И, знаете, он хорошо поел, и потом хозяин дал ему алкоголь, потому что тогда будет не так больно. и он пришел и говорит, я от имени такого-то пришел получить наказание. Его привязали к специальному столу и говорят, первый удар! Ой-ой-ой! Десятый удар, одиннадцатый удар, пятнадцатый удар, и на пятнадцатом ударе он потерял сознание. Да, лучше быть бессознательным сознаянием. Он получил все 20 ударов. Его друзья пришли к нему, сняли его, привели домой, и весь в синяках. Прошло несколько часов, и он пришел в себя, спрашивает, скажите, где я? Ну, где ты? Дома. Слушай, я получил все наказание? Да, да, есть, ура! Теперь десять соток земли будет моими. И таким образом десять соток земли стало его землею. И получил дом к этому, корову одну, и встретил красивую девушку, и до сих пор они живут в счастье и в радости. Знаете, это не по милости. Да, он получил дом, получил землю, но это не по милости. Это было за то, что он получил наказание вместе богатого хозяина. Но мы же получаем дом, который в царстве небесном, в золотом, в драгоценностях. И за это Господь Бог не требует ничего взамен от нас. Он дает это даром. Понимаете? Именно поэтому почему у некоторых людей не получается вести духовную жизнь? В обществе человека нет бесплатного, но в обществе Господа Бога есть то, что дается по милости, даром. Бог дает бесплатно. И знаете, как это называется? Это называется милость. Понимаете? Повторите, милость. Да, для того, чтобы получить милость Бога, нам нельзя платить. Да, мы, конечно, с благодарностью жертвуем, но это ведь мы даем не для того, чтобы получить благословение. И нам нельзя не только давать денег, но нам нельзя ничего делать взамен милости Божьей. Именно чистым сердцем Господь Бог очищает нашу душу. Нам нельзя стараться ничего не нужно давать взамен. Только тогда это будет по милости. Так говорит нам кремлянам. Кремлянам 4 главе. Знаете, как написано? 4 стих. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. Другими словами, если мы будем работать, тогда это будет не по милости. 5 стих. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его меняется в праведность. Смотрите, в этом слове говорится о том, что да, он не делал и согрешил, но когда оправдывает такого, это есть благодать. Да, но если я хоть маленькую работу совершу, это уже будет не по милости, а по долгу. Аминь. Именно поэтому на сегодняшний день многие христиане ведут духовную жизнь наоборот, поэтому у них ничего не получается. Они прилагают усилия, стараются, но не это от нас требуется. Как Господь Бог дает нам солнце, Он дает бесплатно, верно? Дает дождь, тоже бесплатно. Господь Бог, Он не торговец, Он ничего в знамен от нас не требует. В нашей церкви есть несколько красивых пасторов, и генеральный секретарь нашей миссии, пастор Иминчон, он очень красивый, да, очень красивый, но эту красоту ты же не сможешь забрать у него, когда он спит, правильно? Так вот, но и это то, что у него есть, пастор Иминчон получил по милости, правильно? Когда находился в трубе матери, тогда Господь Бог, да, Он же не говорит, так, тысячу долларов за красивые глаза, или сто долларов за красивый нос, Бог же не требует от нас денег, чтобы дать нам какую-то определенную внешность, правильно? Да, я низкий рост, но все равно все Бог мне дал бесплатно, поэтому я с благодарностью живу. Господь Бог все дает бесплатно. Для того, чтобы дать это бесплатно, кому-то нужно было трудиться, и это был Иисус Христос. Иисус Христос за наш грех Он трудился, чтобы нам можно было ничего не делать, и это есть спасение. Да, я не говорю, чтобы вы грешили, воровали, совершали зло, я же сейчас не об этом говорю. Именно поэтому, что нам важно? Господь Бог, для того, чтобы очистить наш грех, посылает Иисуса Христа, и Иисус Христос, Он белее снега омыл наш грех, и взамен даже одну копейку Господь Бог не требует. Все по милости Бог говорит, забирай, это бесплатно, понимаете? Это по милости мы получаем. Наши церкви расположены среди многоэтажных домов, и наши братья и сестры в основном получают квартиры. Почему? Потому что на сегодняшний день в квартире получают по очереди, и если двое детей у вас, тогда вы будете первыми в очереди. Если же у вас будет трое, тогда вы будете в нулевом очереди. А если четверо детей, то я уже не знаю, какое там слово нужно подобрать. но наши сестры очень многие рожают детей. Я сказал, знаете, женщины, для того, чтобы им было удобно, они не рожают детей, но это неправильно. Если будет только один ребенок, тогда всю жизнь они будут страдать из-за вопроса детей. Знаете, в Китае самая серьезная проблема молодежи. Там по закону можно было родить только одного, и тогда возникли очень многие проблемы. Знаете, они не могут сломать свою душу, потому что все дают своим детям. У меня есть три внука, и знаете, старший и младший это сыновья, а вот вторая это девочка. И когда моя невеста родила третьего ребенка, она больше всех любит младшего. Знаете, если будут трое детей, тогда женщины будут почти похожи на святых женщин. А если пять детей, тогда они намного целомудреннее и благополучастивые женщины. И если у нее будет один ребенок и два ребенка, это несравнимо. То же самое. Знаете, родители, у них очень много любви, поэтому они не могут хорошо воспитать детей. Знаете, если младший наш внук начинает дерзить старшему, знаете, тогда старший берет сониль и начинает сжимать его. Тогда младший говорит, прости, брат, прости, брат. Сразу же, да, воспитывает его. Именно поэтому, чтобы дети были счастливыми, где-то восьмерых нужно родить. Или восемь это слишком много. Но я уверен, что будете счастливы. Старшего сына отправляйте в Африку, потом одного в Латинскую Америку, третьего в Азиатскую страну, тогда будет очень хорошо. Но знаете, если у вас будут хотя бы трое, тогда у них будет очень хорошее взаимоотношение с окружающими. Они не будут сильно впадать в себя. Знаете, вчера я женил три пары. Знаете, я не слышал, чтобы те люди, которых я женил, они развелись. В нашей церкви процент разводимости 0,1%. Знаете, в мире же 30%, вы знаете, что значит 30%, это значит, что из тысячи супруг 300 человек разводятся. А если у нас 1%, это значит, что в нашей церкви 299 человек, которые должны были развестись, они сохранили семью. Конечно, это приблизительно, но люди в нашей церкви счастливы. Смотрите, мы думаем, что если женщина родит одного, двоих, троих, четверых детей, знаете, даже самая злая женщина, если у них будет много детей, она наполовину будет похожа на Иисуса. Знаете, сестры, они будут жертвовать собою. И знаете, если один ребенок будет, тогда двоем неинтересно ведь. А если будет 3-4, тогда очень будет интересно. И представляете, на день рождения 5 подарков будете получать. такую любовь будете чувствовать. А представляете, что будет, если они вырастут и женятся, выйдут замуж, тогда, если у вас будет 5 не месяцев, тогда вы будете жить как короли, царицы. смотрите, Библия говорит, на сегодняшний день люди в нашей стране ведут духовную жизнь неправильно. Получить прощение грехов Библия ясно говорит, что мы получаем даром, а не делающему, делающему, воздая не делающему, вменяется не по милости, а по долгу. Другими словами, если мы будем трудиться, тогда это не по милости, а прощение грехов мы получаем по милости. Именно поэтому, если мы заплатим, это тоже не милость, понимаете? Если будем трудиться, это тоже не милость. Даром, бесплатно это должно быть. Тогда, знаете, все ведь любят, правильно? Бесплатно. Знаете, в других вещах мы любим бесплатно получать. А что же получать спасение вопроса? Мы почему-то хотим что-то сделать. И поэтому Бог говорит, что так не получится. На сегодняшний день Кремлина, 4 глава в последнем стихе написано, который предан за грехи наши воскрес для оправдания нашего. Иисус Христос умер на кресте для оправдания нашего. И если Он умер, то смерть Иисуса Христа совершенным образом сделала нас праведными. Когда Господу Богу больше всего радостно, когда мы говорим Господи спасибо за то, что грешника как я, ты спас меня. Спасибо тебе. Когда мы говорим подобные слова, тогда Господу Богу это угодно. Не потому, что мы сделали добрые дела, получаем спасение. да, нам не подходит это. Понимаете, да? Если Евангелие от Иоанна в 5 главе, когда Иисус пришел к купанию Вефес, там написано, что когда спускался ангел и возмущал воду, первый, кто войдет в купанию, освобождался от любой болезни, независимо какая была болезнь. Но для этого нужно усилить труд. Правильно? Но это не по милости. Это не ангел. Это падший ангел. Понимаете? Знаете, в Библии ясно можно увидеть, что это падший ангел. Почему? Потому что подумайте, если это не падший ангел, тогда, когда Иисус пришел к купанию Вефес, да, многие инвалиды, больные, они должны были прийти к Иисусу Христу и получить освобождение от болезней. Но все больные смотрели только купание. Только один человек выздоровел. Кто так сделал? Это сделал падший ангел. Падший ангел сделал, чтобы люди отвернулись к Иисусу спиной, чтобы люди направили свою спину к Иисусу Христу. И только один человек, который болел 38 лет, выздоровел. Господь Бог, он не хочет, но дьявол делать, чтобы мы делали добрые дела. и то, что мы должны были получить бесплатно, даром, дьявол делать, чтобы мы не могли получить. Понимаете? Я в 2017 году в марте Нью-Йорке провел первый форум христианских лидеров. собралось 800 служителей, и из них где-то 50 служителей это были наши служители, а остальные это были пастора из других церквей. Одну неделю мы передавали слово, они все очень сильно удивились. И после этого в Нью-Йоркской церкви там есть пастор Пагангук, и однажды два человека, которые получили спасение из другой церкви, они пришли в Нью-Йоркскую церковь. И он спросил, вы как сюда пришли? Он сказал, мы хотим здесь вести духовную жизнь. Тогда он сказал, нет, идите в свою церковь и там везите духовную жизнь. И они вернулись и сказали своему пастору, знаете, в Америке люди занятся тем, что хотят забрать сестеру из других церквей, но служители сказали, смотрите, миссия Гунюс, она не собирается забирать братья и сестер. Тогда пастора в той церкви открыли душу. И когда проводили Рождественскую гандату, в 7 часов начинается концерт, но в 5 часов собрали пасторов, и когда они собираются, 2 часа они передавали Евангелие, и пастора получали прощение грехов и удивлялись. Потом им давали гамбургеры вместо обеда, и потом давали им лучшие места в зале через Рождественскую гандату. Многие пастора получили прощение грехов, и знаете, они, получая прощение грехов, сильно были удивлены. Дьявол на сегодняшний день делает, чтобы у всех людей появилось мысль, что да, я хотя получил прощение грехов, но мне все равно нужно стараться. Это спасение, которое Бог дает даром по милости дьявол делает, чтобы мы не могли получить. Кремлянам 4 глава говорит нам о том, знаете, о чем говорит? Моисей, когда был на горе Синай, он на двух скришалях получил заповеди, когда выходил из Египта. Если посмотреть историю Египта, то там написано, что в 1800, в 1491 году до нашей он вышел из Египта и получил заповеди. А Авраам же получил обещание за 430 лет до того, как Моисей получил закон. И тогда скажите, при жизни Авраама был закон? Был? Не было. Но как он мог получить оправдание, скажите? Он не исполнял заповеди, но мы получаем спасение по благодати, он просто поверил в Слово Господа Бога. Человек, который болел 38 лет, Иисус говорит, Сань, возьми посей твою ходи. Он знает, что он не может ходить, но он просто верует в Слово Иисуса Христа, и тогда он смог ходить. И просто он поверил в Слово Иисуса Христа. То же самое касается Авраама. Если Бог оправдывает меня, значит, я праведник. Господь Бог говорит Аврааму, твоя жена Сара ради сына. Авраам сначала не поверил этому слову, он сказал, как у столетнего может родиться сын. Он сказал, что это невозможно, Господи. Но так написано в Бытии 17 главе, а в послании к Кримлина в 18 стихе написано, Он сверх надежды поверил надеждою, через что сделался отцом многих народов по сказанному. Так многочислено будет семя твое. И 19 стих. И не могший вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело и у труба салена в омертвении. Да он знает, что это невозможно, но он поверил Слову. Сначала он думал, я стар, как я могу родить сына, но интересно, Авраам поменял свою душу. Когда он смотрел по-человечески, казалось, что это невозможно, но потом он понял, что нет невозможного для Бога, Господь Бог даст. И так Авраам поверил Слово. И Господь Бог, смотря на это, говорит, что это меняется тебе в праведность. То, что ты принял мое слово, когда мы смотрим, кажется, что невозможно, но Бог говорит, нет, если ты говоришь, что я смогу ходить, значит, я смогу ходить. Да, Лазар умер, но Иисус говорит, брат твой будет жить. Да, если Господь Бог, ты говоришь, значит, брат мой будет жить. Дочь умерла, но Иисус говорит, что она спит. Если Иисус говорит, что спит, значит, спит. Мы оставляем наши мысли, и когда мы соединяемся со Словом Господа Бога, это есть вера, понимаете? Он верой принял и поверил Слову. И это есть Бог говорит, что это есть вера. Когда ты просто понимаешь то Слово, которое я тебе говорю, когда я смотрю, не можем ходить, но если Иисус говорит, что будешь ходить, да, если Иисус ты говоришь, значит, я буду ходить. Лазар умер, Иисус говорит, твой брат будешь жить. Да, если Иисус ты говоришь, значит, он будет жить. Да, в моих глазах Лазар умер, но Иисус говорит, что спит, значит, спит. Мы оставляем наши мысли и принимаем Слово Иисуса Христа. И когда мы соединяемся, это мы называем вера. Понимаете? Да, у нас много греха, нет ни одного, кто не согрешил, но я согрешил, но если Иисус говорит, что оправдал, значит, я оправдан. Это есть вера, понимаете? Да, я верую не после того, как я вижу, что я стал праведным, а если Бог говорит, что оправдан, я верю, что я оправдан. Если я проверяю, это значит, это я знаю. Если Бог говорит оправдан, значит, я оправдан. Я верю не потому, что брат стал живым. Если Иисус говорит, что я буду жить, значит, буду жить. Если Иисус говорит, что я буду ходить, значит, я буду ходить. Когда мы веруем в Слово Господа Бога, тогда Господь Бог начинает действовать. Господь Бог возлюбил души каждого из вас, и все ваши грехи Иисус хочет очистить. И Иисус не сделал ничего особенного для этого, просто даром. Не получая ничего взамен, кровью Иисусу Христосу Своею, Он очистил навсегда ваши грехи. В Еремии 31 главе написано, прошу без окуня их и грехов их уже не воспомину более. Так говорит Господь. Господь говорит, я прошу без окуня их и грехов их уже не воспомину более. Господь Бог говорит, я прошу грех Уксупака и не воспомину без окуня их более. Понимаете? Не нужно вставлять только имя Уксупака, Огойон. Да, любое имя можете вставить, тогда это слово будет вашим словом. Бог говорит, я прошу твои грехи и не воспомину их более. Если Бог говорит, что не воспоминет, значит не воспоминет. И когда мы веруем этому слову, это есть вера в Иисуса Христа. Неважно, какой грех вы совершили, нет греха, который Иисус не смог бы очистить. Иисус Христос на Христе умирает даром. Он очистил наши грехи. И Кремлянам 4 главе 25 стихе написано, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Иисус Христос показывает след на руке и говорит, смотри, этот след я получил для того, чтобы спасти тебя. Посмотри на рану от копья. Это доказательство того, что я получил наказание за тебя. Твой грех омыт навсегда. Весь твой грех омыт. Тогда я оставляю все мысли, которые есть у меня. И когда я верую в Слово Господа Бога, тогда я соединяюсь с Господом Богом. Нет, мне кажется, мой грех еще не омыт. Нет, это создает теорию, которая отличается от Господа Бога. Понимаете? Сегодня Пасха, и Иисус Христос, Он воскрес. Мы теперь чистые. Аминь. Это удивительно. В эту удивительную Пасху. Я желаю, чтобы с этого момента, неважно, какой грех вы совершили, в Библии Бог сказал, что беззаконие и грехов наших не воспоминут боли, что Он обмыл наш грех белее снега. И говорит, что мы оправданы. Нет, я грешник. Не старайтесь победить Господа Бога. Если Бог говорит, да, Господи, я грешный человек. Если ты говоришь, что ты очистил меня, значит, ты очистил. Я праведник. Если ты говоришь, что я свят, значит, я свят, Господи. Я желаю, чтобы вы с такой верой приняли это слово. Потому что это есть вера в Господа Бога. И это есть вера в Иисуса Христа. Печально то, что дьявол обманул сердца многих людей и ведет души наши в неправильную сторону. И хотя Иисус Христос очистил наш грех, мы поем гимны, его кровью мы получили прощение грехов. Поем так гимны, но потом говорят, ой, Господи, я грешник, прости меня. Мне кажется, если Бог был бы человеком, Он бы запутался. Не нужно так больше поступать. Кровь Иисуса Христа, она оплатила всю цену, необходимую за мой грех, и мы веруем в это слово. Кремлянам 4 главе написано, «Востояние делающему вменяется не по милости, но подолгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Другими словами, то, что мы веруем, что хотя мы и не сделали, Он нашу веру вменяет в праведность. Потом написано в 6 стихе. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Блаженный, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Господь Бог уже на кресте своей кровью очистил наш грех, но нужно это принять. А, Господь Бог, если ты говоришь, что я правда, значит я правда. Если ты говоришь, что я свят, значит я свят. Но если мы будем упрямить свои мысли, очень многие не будут принимать слова Господа Бога. Мы в 2019 году, мы встретили Пасху, и, как написано в хримлянам, в 4 главе, в 25 стихе, который предан за грехи наши, воскрес для оправдания нашего, Иисус Христос, Он воскрес и сказал, что мы оправданы. Если Иисус говорит, что мы оправданы, значит мы оправданы. Если Бог говорит, что мы оправданы, значит мы оправданы. Почему? Почему? Потому что, чем наши мысли, Слово Иисуса Христа самое главное и самое высокое. Мы и я долгое время находились в своих мыслях. Но когда я читал Библию, Библии во многих местах, Бог показал, что Он не воспоминет наших грехов, что Он омыл наш грех белее снега. И каждое слово это, оно звучало в моем сердце. Я просто поверил Слову Господа Бога. И тогда мое сердце соединилось с сердцем Господа Бога. И Слово Библии вошло в мое сердце. И я начал думать о тех вещах, о которых я даже не мог подумать. Начал делать те дела, которые не мог представить. Господь Бог помиловал меня. И сейчас по всему миру многие служители получили прощение грехов через это Слово. В Фиджи мы передавали Слово. По-моему, в 2015 году я проводил семинар в Фиджи. Пастор Методийской Церкви в Фиджи. Они участвовали на нашем лагере. И многие получили прощение грехов. В Методийской Церкви сказали «Да что это за миссия, Гунь-Юс?» И они позвонили в Корею. Но Методийская Церковь Кореи сказали, что мы секта. И поэтому Корейская Церковь сказала, что не нужно сотрудничать с Корейской Миссией Гунь-Юс. Но некоторые пастора, они пришли к главе Методийской Церкви и сказали, «Пастор, прошу вас пересмотреть это решение, потому что миссия Гунь-Юс, которую мы знаем, она не такая». И тогда главе Методийской Церкви стало любопытно, что это за церковь. И когда мы проводили лагерь, он послал к нам на лагерь одного из старших служителей и сказал, чтобы он проверил нашу миссию Гунь-Юс. И тогда пастор приехал на наш лагерь. И знаете, что он написал в своем докладе? Среди всех церквей и миссий, которых я видел, миссии Гунь-Юс, Дух Святой действует более всех. Мы на пляже Хеон хотели провести церемонию открытия, но с раннего утра шел сильный дождь. Но пастора Мисси Гунь-Юс, они не ставили запускной план, они молились перед Богом. Но что удивительно, они верили, что если они будут молиться, то Господь Бог остановит дождь. И за час до начала церемонии открытия небо открылось, стало ясно, и прекратился дождь. Итак, мы провели церемонию открытия. И не только это. Миссии Гунь-Юс, Господь Бог, действует огромной силой. И в прошлом году я поехал в Фиджи проводить семинар. И знаете, за день до моего приезда был очень сильный дождь, что было наводнение. Но с того дня, как я приехал, прекратился дождь. Мы проводили семинар на улице. Три дня, пока мы проводили семинар, днем собирались в церкви, главы Методийской церкви, а вечером мы проводили в другом месте. Но в последний день чуть-чуть шел дождь и потом прекратился. И когда я возвращался, в Корею снова пошел дождь. Знаете, мы видели, как Господь Бог действовал у нас, как сестра сегодня свидетельствовала. Господь Бог, Он совершает в нас множество чудес. И по всему миру многие христианские лидеры, они, видя на нашу миссию, они хотят, чтобы мы работали с ними. И на целый месяц пастора приезжали к нам, и мы тренировали их. Приезжали к нам старшие служители. А один пастор сказал, знаете, пастор, моя жена тоже пастор, мой сын тоже пастор. Можно, чтобы моя жена и мой сын тоже приехали и учились здесь? И я сказал, конечно. И знаете, многие служители наши передают истинное слово за границей. И сейчас христианство по всему миру меняется. Теперь мы должны соединиться с Господом Богом. крови Всевышнего Христа мы оправдались, так говорит нам слово. И этим драгоценным словом вы берите ваши мысли. Если Бог говорит, что Он оправдал нас, значит, Он оправдал нас. Мы соединяемся с сердцем, с Господом Богом. И тогда неописуемое деяние Господа Бога будет наполнять нашу жизнь. Я верю в это. Я верю в это. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова